Пятницу вечером болеем за наших. В салюте пройдет прямая трансляция матча чемпионата России по футболу. Против друг друга сразятся команды «Динамо» и «Урал», помимо показа в программе «Аквагрим» и «Фотосет». В субботу рекомендуем сходить на просмотр фильма «Офелия». Темные времена настали в королевстве. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца. Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца. Сердце принца способна смягчить лишь прекрасная Офелия. Ради него она готова оставить двор и пойти против тирана. Но смогут ли их чувства преодолеть саму смерть? После пятилетнего перерыва старый новый рок на волне возвращается. Поклонников рок-музыки будут ждать выступления известных исполнителей и молодых музыкантов. За два дня на трех сценах выступят более 30 молодых музыкальных коллективов и пять хедлайнеров. Среди них Нойс МС, Люман, Бирд, Манкачевники, Максим Свобода и другие. Романтическую комедию «Притяжение женщины» покажут в воскресенье на сцене театрона. По сюжету неожиданно муж сообщает жене, что уходит от нее и уезжает немедленно в большой город. Весть об этом разносится мгновенно. И вот на пороге брошенной жены два кавалера. Цели у них разные, а дух соперничества делает их забавными до слез. Но спустя некоторое время возвращается ушедший из дома муж. Никто не останется равнодушным от просмотра фильма «Мой друг-робот». По сюжету мальчик Тоби встречает робота Робби и решает помочь ему найти родителей, которых тот потерял при крушении звездолета. Тоби всего 11 лет, но он уже очень хорошо знаком с наукой. Юный талантливый изобретатель и его новый друг Робот создают автомобиль, который способен летать и плавать, и отправляются навстречу приключениям.